приветствую всех сегодня мы будем делать расклад на отношения что человек думает чувствует возможное его действием скорее всего это человек с которым вы были вместе и расстались но не позже чем год скорее всего это человек который играл большую роль вашей жизни и скорее всего это человек все еще играет роль в вашей жизни поэтому мы смотрим этого человека и делаем этот расклад мы посмотрим узнать посмотрим узнать постараемся узнать там спросить у карт какой урок нужно было вынести из этих отношений прошли ли вы этот урок прошел ли этот человек этот урок и что будет дальше а я вытащу как фон карту из колоды ангелов мы посмотрим какое сообщение высшие силы хотят вам донести в связи с этим конкретным загаданным человеком прямо сейчас что вам нужно знать для вас возможно какое сообщение этот человек мог бы вам желать донести ухты выпадает кармическая связь со умеет да этот человек является вашей кармической ниточкой с которой вы его судьба и ваша были завязаны но мы посмотрим дальше что карты скажет давайте мы оставим эту вот здесь наверное да да из 44 карт оракула выпала одна карта которая говорит это в самом деле связь с этим человеком кармическая но помните все ваши пламенные близнецы все люди с которыми у вас есть какие-то не отданные долги возвращаются в эту жизнь для того чтобы научить нас какой-то урок чтобы мы что-то прошли что-то осознали или иногда роль учителя и выпадает именно нам поэтому мы учим партнера каким-то уроком и это не всегда легко очень даже нелегко бывает но и так кто этот человек что он из себя представляет рыцарь чаш очень романтичный человек человек который в общем-то завоевал ваше сердце десятками чей и скорее всего и разбил его то есть завоевал и полностью как вам кажется растоптал до луна иллюзия и тайна особенно ночное время у человека могли быть очень хорошие намерения по отношению к вам а в данный момент он претерпевает большие психологические трудности данный момент человек все еще испытывает чувство любви к вам мечтал бы соединиться с вами вы для него он понимает что вы для него как соумеет это как кармический партнер он это понимает но поскольку карта луна красивейшая карта здесь она говорит о об отраженном свете об иллюзии то есть а вы с этим человеком скорее всего были как солнце и луна то есть как два светила луна это наша интуиция это наше воображение это наша память также человек держит вас в своей памяти и ни за что не хочет или просто не может вас отпустить десятка говорит о том мечей что человека закончился определенный серьезный какой-то цикл жизненный может быть он в самом деле получил свой кармический урок возьмем еще одну колоду поясните пожалуйста рыцарь чаш человек все еще влюблен все еще думает что он влюблен почему же он разрушает сам себя перевернутая пятерка чаш да человек очень страдает о том что было в прошлом то что есть у него сейчас его абсолютно не устраивает то есть он не может там смириться с мыслью что что-то закончилось он все еще держит серьезные чувства по отношению к вам он не видит ничего вокруг себя никого и ничего кроме вас но он уже понимает скорее всего что здесь возврата нет или того как было прежде уже не может быть потому что он понимает сам что он поменялся он понимает сам что что то такое он сделал или вы сделали что не может положить ваше отношение в ту же позицию где они были закончены а скорее всего человек еще у него теплится вас теплится надежда и может быть он строит себе даже иллюзии что он мог бы снова с вами встретиться и снова а рассказать по крайней мере да здесь честная коммуникация рассказать о своих чувствах рассказать о своих переживаниях и проблемах может быть даже объясниться честно откровенно основываясь на логике уж очень сильно он здесь думал передумал он здесь выпадает как король мечей король мечей король мечей в прямом положении это довольно таки серьезный человек человек у которого намерение открытое и человек который в общем то способен действовать здесь говорится о том что он он планирует донести вас до вас донести до вас какую-то информацию донести до вас информацию о том как он чувствует и что у него происходит в жизни это карта десятка мечей сейчас мы ее поясним может говорить о физической болезни когда человек прикован к постели является ли это причиной болезнь трудности ментальном плане скорее всего психологическом плане является ли здесь это причина того что этот человек не с вами да совершенно точно является потому что это тоже карта иллюзий человеком скорее всего старается убежать от реальности то есть если этот человек серьезно болен то он в самом деле старается видите планы которые не обдуманные то есть может быть что он вступил с вами в отношения может быть чисто на интеллектуальном уровне то есть король мечей может начать отношения через интернет возможно он не предполагал что у него разовьются какие-то чувства возможно это было просто чтобы скоротать время или что-то такое потому что вот эта карта вора человека который что-то утащил утащил мысли утащил может быть идеи какие-то но она перевернутая то есть он утащил то их утащил но он не знал что с ними делать он находится в полнейшей иллюзии с по карте луны и десятка мечей этот человек старается всячески убежать от реальности старается всячески не делать никаких шагов никаких никакого выбора а потому что он скорее всего или находится в каких-то местах которые не позволяют ему передвижение потому что здесь может быть закон также видите эти мечи здесь стоят как забор между хорошим и плохим между человеком и демонами дьяволами то есть здесь может быть он находится в каком-то заключении добровольном или нет по и для его собственной же безопасности карта луны говорит о необыкновенном притяжении также здесь может быть фантазии на грани фантазии на грани параной мои хорошие здесь может быть опасные фантазии очень опасные фантазии которые в целом как раз и исходят из того что у человека нет никаких возможностей что делать передвигаться то есть человек не может передвигаться и конечно же произвести что-то да императрица перевернутая что-то что-то родить ну как сказать в переносном смысле родить что-то создать этот человек не может у него нет на это жизненной энергии это карта природы то есть природа в данный момент отказывает этому человеку в энергии мы не знаем и не будем туда двигаться если это может длиться долго или какое время скорее всего вы услышите об этом от этого человека на своих чувствах и может быть он объяснится хотя ему это совершенно нелегко семерка жезлов перевернутая здесь у человека выгодная позиция здесь человек сдал свои позиции и причина по которой он молчит и с вами может быть не в коммуникациях это потому что он сдал свои позиции то есть он абсолютно понял что вот у него нет никакого шанса с вами у него шанса нет но иллюзии он все еще пытай питает да в этом плане все еще мне непонятно почему там девятка чаша перевернутая почему рыцарь что он планирует что же он планирует ну это видите неисполненные желания вот это вот эта карта исполнения желаний да а эта карта когда человек поставил крест буквально на своих желаниях скорее всего вы получите от этого человека сообщение которое будет связано с тем что он объяснится еще одна что у нас здесь было императрица видите перевернутая что у нас опять императрица перевернутая то есть человек в самом деле объяснится что у него недостаток жизненных сил что он находится в очень очень серьезном критическом положении но любовь у него к вам есть была чтобы он хотел вам донести прошел ли он свой кармический урок прошел ли этот человек давайте возьмем колоду другую а императрица перевернутая это старший аркан нам выпало дважды это очень грустное положение дел да человек хотел бы вам донести мысль что если бы не его обстоятельства сложившиеся то он бы желал использовать этот шанс быть с вами здесь выпадает карта венера вовни это очень большое желание построить что-то вместе построить общий дом построить совместную жизнь наслаждаться простыми каждодневными вещами рядом с вами то есть этот человек самом деле в своем сердце держал вас и держит и будет держать до последнего своего вздоха но обстоятельства или жизнь которую он живет на этой земле поставила его в очень нелегкое положение он должен выйти из этого из этой ситуации в общем то с достоинством что он и старается сделать поэтому здесь выпадает такая положительная карта открытого сердца открытой души и доверия то есть этот человек вам может доверить свою любовь как бы на сохранение может быть до следующей жизни на этой земле немножко грустный расклад я понимаю что это не для всех и скорее всего вот эти карты говорят мне что человек прошел свой урок и испытал эти чувства которые он должен был испытать в своей жизни на этой земле и он благодарен вам за это благодарен он понимает что ваша связь была непростая этот человек понимает что связанные вы были свыше то есть связь у вас была свыше и как я сказала в начале это не всегда легкая связь чаще всего это очень тяжелая связь пламенные близнецы это не так то просто так что вот мы заглянули за занавес чего-то неопознанного и может быть неизвестного для вас я надеюсь что это как-то прояснило вам картину с этим загаданным человеком с вами была Александра пока